Итак, добрый день! Сегодня мы продолжаем строить в Рэвити. Если тебе нравятся мои видеоуроки, не забывай подписываться. Также оставляй комментарии по своим идеям и предложениям. Я их всех стараюсь учитывать и добавлять необходимую информацию к последующим выходящим роликам. Также напоминаю о том, что у меня на Boost есть два абсолютно полностью законченных курса. Ты сможешь удивить своего работодателя знанием, ренге и нанокада с применением SPDS модуля. Подписывайтесь, там стоимость по подписке. На данный момент стоимость буквально символическая, чтобы собрать пул на камеру, которую на данный момент я еще позаимствовал. И на обновление всего программного обеспечения. Ну, конкретно это железо. Очень хочу вести видео лекции, но вы знаете ситуацию с ютубом. Работаем с тем, что имеем. Сегодня у нас с вами тема будет связана с построением стен. Мы будем создавать несущие стены внешние, внутренние, учиться сортировать их по сборкам и функциям в стене, задавать необходимые материалы и подгружать при необходимости штриховки. Все файлы с дополнительными параметрами и элементами, которые вам нужны для построения, я буду укладывать в описании к ролику. Там же будут ссылки на все наши социальные сети. Подпишись, чтобы меня не потерять, если тебе это интересно. Как показывает публика, канал очень и очень интересный. Для начала, что мы с вами будем делать? Я открою для себя проект моего дома. Я вижу контур основных несущих стен и с ними я буду работать. Напоминаю, что при построении в Revit, ну и для новых пользователей программного обеспечения, говорю о том, что мы с вами стены наши делаем по плану первого этажа. Если не смотрел предыдущий ролик по созданию осей, советую обратить на это внимание. Сегодня будет много интересного. Стенки, уровни, перегородки. Ну и дальше по ходу дела разберемся. Это было лирическое отступление для того, чтобы ты подписался на канал. Подписывайся. Что я делаю? Вкладка архитектура. Я воспользуюсь функцией построения стена. Здесь есть три основные стенки. Это стенка архитектурная, стенка несущая, стена по грани. Стена архитектурная. Она может быть многослойной стенкой, состоящей из элементов различных. В них может быть утеплитель, облицовка и так далее. Стена несущая состоит из одного материала. Является для расчета приоритетной стенкой. И обычно этап построения делится каким образом? Основной раздел каркаса делается при помощи несущих элементов. А потом, прям вот вдоль того каркаса, который есть, протягивает архитектурную составляющую, облицовку и утеплитель. Мы же с вами будем делать стенку в единой сборке. Все остальное будет в расширенном курсе располагаться, который идет в параллели для записи на Boosty. И появится там по отдельной подписке. Стена по грани используется для формообразующих элементов, когда грань формообразующего элемента можно использовать как стенку. По формообразованию тоже записывается отдельный контент. Я буду пользоваться стеной архитектурной, самой гибкой сейчас для изучения программного софта и выполнения нашего проекта. Но прежде я не сказал про уровень, и мы нормально не переименовали наши этажи. Что я сделаю? Уровень 1 в диспетчере проекта. Я нажму по нему правой кнопкой мыши и воспользуюсь функцией переименовать. Это будет план. План 1 этажа. А уровень 2. Нажал левую клавишу мыши, появляется окно. Переименовать ли существующие уровни и виды? Если я нажму функцию нет, то у меня переименуется обозначение тока в диспетчере проекта, а уровень у меня все еще останется уровнем 1. Я хочу, чтобы было соответствие обозначения уровня с обозначением моего плана, поэтому я соглашаюсь с переименовкой. Не используйте, пока вы не изучили программный софт до конца, функции больше не показывать эти сообщения. Чаще всего вы столкнетесь со временем с тем, что необходимо оставлять одно обозначение либо какую-то функцию в одном отображении и отдельно редактировать ее в другом. Не используйте эту команду. Я просто воспользуюсь да, переименую. Дальше. Уровень 2. Правой кнопкой мыши переименовать план 2 этажа. По ГОСТу можно использовать как план первого этажа через единицу, план первого, чтобы было написано буквами, и план на отметке, самый распространенный. Но я не использую буквенное обозначение, потому что в Рэвите, в диспетчере проектов сортировка идет либо по алфавиту, либо приоритетно по числу. Если я буду использовать план первого и второго этажа, план второго резко станет выше, и со временем я могу ошибиться и что-то замоделировать на плане второго этажа, хотя это должно было быть на первом. План 2 этажа. Рэс. И разберусь с построением уровней и добавлю еще несколько дополнительных уровней в моем проекте. Уровни, либо теперь это уже планы этажа, располагаются на фасадах. На фасаде нажму плюсик, раскрою его. У меня здесь есть восточный, перехожу на все виды и проекции двойным нажатием левой клавиши мыши. Западный, Северный и Южный. Фасад. Расположение осей на данный момент может быть хаотично, но мы к этому сейчас придем и выровним. Перейду на первый фасад, восточный. Сначала я замоделирую еще один уровень. Я здесь вижу отображение, то что уровень 1 до уровня 2 располагается на отметке 4 метра. У меня высота этажа 3 метра. Напоминаю то, что высота этажа это расстояние от пола до пола. Так вот, в программном комплексе отметка уровня это, по сути дела, проектная отметка, к которому элементы перекрытия либо фундамента крепятся к его верхней части. То есть, по факту, к полу. Ну, пока он отсутствует. Считаем так, что к полу. Соответственно, расстояние от пола до пола это и будет высота этажа. У меня высота этажа в проекте в моем будет 3 метра. Соответственно, я меняю обозначение каким образом. Я могу подсветить уровень и поменять расстояние между ними. Это удобнее. Сейчас объясню почему. Либо поменять число в отметке уровня. Давайте сначала, вот где у меня план этажа написан, изменю на 3000. Enter. Создание нового уровня осуществляется каким методом? Вкладка архитектура, функция создания уровня. Кто чертил ранее, обратил внимание, то, что на плане этажа невозможно было создать уровень. То, что мы находимся с вами не в той проекции, которая нам необходима. Здесь же она активна. Уровень. Активирую функцию. Подвожу курсор. Могу привязаться к месту положения моих предыдущих уровней через временную привязку и поставить значение расстояния 3000. Нажму Enter и построю третий уровень. Свяжу их между собой. По окончанию нажму ему Escape. Переименую его двойным нажатием левой клавиши мыши по символу план 3 этажа. Enter. Опять появляется окно переименовать. Да, переименовать. А вот следующий уровень я построю через немножко другой инструментарий. Подсвечу предыдущий, функция команды копировать, выберу любую точку, подниму курсор вверх и скопирую также на высоту 3000. Обозначение переименовки у меня пока не появилось. Переименовываю план 4 этажа. Окна у меня не появилось. Дело в том, что у меня отметки уровня нет в диспетчере проекта. Если вы обратите внимание, у меня там есть только план первого, второго и третьего этажа. Четвертый отсутствует. Если у меня никакие элементы не находятся в выделении, можно обратить внимание. Давайте я кружочки только перенесу в одну сторону. Здесь пускай будет кружок, здесь будет кружок, здесь его выключу. У меня ничего не выделено. У меня три кружка зеленых, один черный. Это значит о том, что у меня нету по сути дела в программе не настроено отображение для существующего уровня. Он не проецируется. И в диспетчере проекта его нет. Я могу к нему строить, привязывать элементы, но в диспетчере проектов отображение отметки этого уровня будет отсутствовать. Как его активировать? Я перехожу во вкладку вид. Меня интересуют виды в плане. Функция план этажа. Активирую ее. Здесь у меня есть уже в выделении тот план этажа, который создан. Если их будет несколько, можно с зажатой клавишей shift выделить их все. Галочку не убираем, не копируют существующие виды. Мне нужно, чтобы вид с тем же самым обозначением появился в диспетчере проекта. Я оставляю галочку в «Некопирование». Нажимаю «Ок». Я перешел на соответствующий уровень. Он появился в диспетчере моего проекта. Возвращаясь на восточный фасад. Мы создали уровни. Но на самом деле графическая составляющая меня не очень устраивает. Оси где-то отдельно располагаются в уровню. Подсвечу уровень зажатой левой клавиши мыши по маркеру. Продлю их. Наоборот, с другой стороны подрежу. И вроде бы как все. Но давайте здесь я продлю оси, чтобы они пересекали соответствующие уровни. Это принципиально важно. Смотрите на примере. Если я сейчас перейду на план четвертого этажа двойным нажатием левой клавиши мыши, я увижу здесь отображение моих буквенных осей. Они есть. А вот цифровые отсутствуют. Дело в том, что если я перейду на фасад северный либо южный, у меня эти оси, давайте здесь тоже выровняем, продлю сюда. Раз, два, три, назад. Дело в том, что принципиально важно, чтобы уровни пересекали соответствующие оси. Потому что на самом деле ось это не линия, это проекция поверхности либо проекция плоскости. Сегодня перейдем на трехмерный вид и я вам ее покажу. При ее подсветке обязательно необходимо, чтобы ось пересекала соответствующий уровень. Причем, если я выровняю местоположение осей уровня на одном из четырех видов, предположим, на восточном я выровнял, на западном у меня тоже уже все будет выровнять. На северном я выровнял, на южном тоже произойдет выравнивание всех необходимых элементов. Если вас интересует эстетическая составляющая, вы можете подсветить и перенести галочку отображения окружности с одной стороны, со второй. Это я сделал на южном фасаде и то же самое проделаю на западном. Но, небольшой спойлер, мы потом их вообще скроем. Это только если вас интересует красота отображения вашего проекта. И перейду теперь уже на план первого этажа двойным нажатием левой клавиши мыши. Я буду выполнять построение моих стен. Во вкладке архитектура меня интересует стена архитектурная. Выбираю ее. Под лентой у меня автоматически появилось отображение дополнительных настроек. Стенку мы можем строить не только по глубине вверх, ой, не только по высоте вверх, а еще и по глубине вниз. Чаще всего этот инструментарий используют для построения ленточного фундамента через стену. Мы же строим по высоте. Стена мы не оставляем неприсоединенной. Мы строим по соответствующему плану, то есть уровню. Причем, ключевая особенность. Построение осуществляется поэтажное. Мы не можем стенку построить с первого по самый последний этаж сразу же. Это неправильно. мы будем строить поэтажно. И во всех рабочих документациях вы будете делать именно так. Я располагаюсь на первом этаже, соответственно, я буду делать привязку до второго этажа. Кстати, те, кто повнимательнее, обратил внимание, что как только появился третий уровень, у меня появился одновременно план несущих конструкций. программа его создает автоматически. Но, не суть, возвращаясь назад. Стена архитектурная, высота план второго этажа, привязка. Есть шесть основных типов привязок. Чаще всего вы будете встречать три. Это привязка по осевой линии стены, когда ось проходит по середине моей стенки. Чаще всего это архитектурные проекты так делаются. Привязка по осевой линии сердцевины это когда ось проходит по середине основного несущего элемента. Это правильно с точки зрения строительства. И по чистовой поверхности. Обычно это либо одна, либо вторая. Дальше. Функция команды цепь. Замрите, сейчас просто посмотрите за мной. Если я буду выполнять стенку при активной функции цепь, то у меня при нажатии левой клавиши мыши будут создаваться стенки последующие. Если я цепь выключу, то у меня каждое следующее нажатие это отдельное построение стены, как панелек. Я функцию цепь оставляю активной. Функция команды смещения это смещение относительно нашей оси. Мы его не выполняем. Радиус мы не вращаем. Статус соединения разрешить либо запретить. Давайте я активирую функцию цепь и запрещу соединения. Раз, два, три. Смотрите, у меня элементы не соединяются между собой. Если я сейчас восстановлю разрешить статус соединения, буду строить в дальнейшем, стенки у меня начнут объединяться между собой с момента разрешения соединения. Инструментарий по построению стены располагается сверху. Есть возможность создания линейного, есть возможность через выбрать линии вообще строить. Предположим, вот те же самые наклонные, я могу через выбрать линию и его сделать. Это касается тех, у кого округлая ось. То есть, предполагая, давайте сделаю округлую ось. Ось круглая. Делаю стенку вкладка архитектура, стена архитектурная. Уже все настройки основные есть. Выбрать линии, выбирая линию, стенка построилась. Удобно. Но меня интересует, почему я не вижу штриховку и как задавать материал у моих стен для построения. Начнем с внешних несущих. Я удалю все, что у меня сейчас здесь есть. Мне они не нужны, по факту. И произведем настройку нашего проекта. Смотрю в левый нижний экран. Масштаб по умолчанию 1 к сотням. Это полностью устраивает. Я делаю план этажа. По ГОСТу это необходимо. Дальше уровень детализации. Всегда старайтесь проверять уровень детализации, чтобы он стоял на максимуме. Визуальный стиль. Визуальный стиль мы используем скрытые линии на планах этажа. В дальнейшем, когда перейдем на трехмерный вид, мы более подробно узнаем возможности уровня детализации. Дальше все остальные настройки пока не трогаю. Здесь параметры солнца, тени. я могу включать солнце, могу выключать траекторию, включать тени, выключать. Появляется красивый архитектурный проект. Но меня пока это не волнует. Что я проделаю далее? Вкладка архитектура, стена архитектурная снова. Я буду заходить в изменение типа моей стены. Изменить тип. я вижу тип моего семейства базовая стена типовая 200 миллиметров. остальные настройки цепляются в зависимости от настроек моего семейства. Я никогда не меняю стандартный элемент. Мало ли где-то в проекте он еще либо используется либо будет использоваться. Я всегда копирую типовой элемент. это обязательно и это ключевая ошибка во всех начинающих при работе с Revit. Когда вы будете постарше и четко будете знать кем станете когда вы растите тогда можно будет менять типовые элементы пока лучше их не трогать. Я нажимаю функцию копировать. Вместо типового элемента я буду использовать внешнюю стенку. Она будет состоять из газобетона 400 миллиметров и кирпича 120. пока ничего нового относительно предыдущего нашего курса. Я могу задать и обозначение. Это обозначение потом возможно его вынести в таблицу экспликаций но этого мы с вами не делаем. Сейчас это обозначение чисто для вас чтобы вы могли быстро найти стенку потому что вот замрите здесь если я закрою это окно и нажму выпадающую менюшку по стенке здесь есть много различных сборок стен и всех их можно по поиску вбить но вашей стенке которую я назвал вы ее здесь не найдете и нужно создавать свою для этого мы зашли в изменение типа и нажал функцию копировать задаю обозначение можно использовать как сокращение внеш стен газ 400 кирп 120 можно расписывать внешняя несущая стена гадзобетон 400 миллиметров , 120 миллиметров кирпич как вам будет удобно я подпишу полностью вне внешняя несущая стена 400 миллиметров газ , 120 миллиметров кирпич окей захожу в параметр структуры изменения типа изменить структуру здесь я вижу целый набор параметров непонятных мне раскрою специально пошире это окошко здесь я вижу только один материал на самом деле вы скажете здесь три параметра это первые третьи граничные значения для программы чтобы она воспринимала где располагается основной несущий элемент такое граничное значение для определения чтобы программа просто могла это знать у меня по факту стенка состоит из двух материалов это газобетон и кирпич что я делаю нажимаю функцию команды вставить перемен два материала хорошо газобетон будет 400 миллиметров кирпич 120 4 захожу в значение толщины нажимаю левой клавиши мыши пишу 400 120 точнее я вижу галочку материал несущих конструкций наоборот поставлю это будет 400 здесь значение 120 хотя я мог просто перенести ее теперь мы же говорили о том что основной несущий элемент у меня газобетон и граничное значение сердцевины программе подсказывает где располагается основной несущий значит куда-то я должен выкинуть кирпич подсвечиваю его одинарным нажатием левой клавиши мыши могу выкинуть его вверх либо вниз а куда нужно смотрите подпись есть наружная сторона есть внутренняя сторона стенки я выкидываю его наверх хорошо усложняем материал материал по категории нажимаю левой клавиши мыши в значении просто символов и появляется возможность изменения материала квадратик нажимаю на него на самом деле и вижу здесь библиотеку материалов стандартных на самом деле я могу зайти еще в дополнительную библиотеку диспетчера материалов могу нагрузить их в интернете пока вот здесь используются стандартные материалы я найду газобетон но на самом деле вот если я найду газобетон сейчас разберемся пенобетон по-моему здесь называется пенобетон нажму по нему один раз левой клавиши мыши пробежим по значениям материалов первая вкладка идентификатор здесь чистое описание нашего материала можно вставить QR-код ссылку на закупку этого материала посчитать смету чтобы потом в дальнейшем если я зайду во вкладку графика я чисто вижу то что это серый материал с штриховкой поверхности представление программа прогрузит отображение элемента в трехмерном виде вот он газобетон газобетон но он не виден как газобетонные блоки это меня не устраивает я в поиске вобью бетонные модули бетонные модули для кладки и пробежимся по основным настройкам вот это уже более понятно что это газобетон он просто визуально подходит идентификатор точно так же заполняется основная информация сфотка по материалу во вкладке графика идет настройки для тонированного режима и режима заливки нереалистичного не то что вам будет показано на визуализациях учитывайте этот момент никакой цвет здесь менять не нужно максимум что здесь нужно поменять это штриховка на разрезе потому что здесь она отображена не по госту но они немножко позднее перехожу во вкладку представления это представление моего материала я могу посмотреть информацию раскрою дальше тип кладки я могу поменять если нажму на графическое изображение то я могу поменять его масштабирование растянуть при необходимости текстуру чтобы она корректно стыковалась между собой если я нажму на подпись название изображения я могу зайти в корневую папку Revit в котором есть текстуры чаще всего они отличаются по цвету не меняйте стандартные нужно создавать свой материал конкретно о своем материале расскажу сейчас отмена но единственное какие сложности могут возникнуть при создании своего материала вы не знаете всех параметров которые дальше есть физически термальный рельефный узор это касается карты выдавливания чтобы был визуально объем оттенок это цвет материала если активирую галочку я могу задать цвет самостоятельно он на функции материала никак не влияет я могу задать ему свой цвет но мы оттенок не используем физические параметры подгружаются в зависимости от настроек от базовых установок самой программы так же как и термальные они могут меняться и вы сможете в ревете рассчитать энергоэффективность вашего объекта но мы не говорим об этом сейчас устраивает бетонный модуль для кладки выбираю их двойным нажатием левой клавиши мыши либо я мог просто подсветить бетонные модули и нажать клавишу ok кирпич материал также нажимаю левой клавиши мыши выбираю его и ищу кирпич здесь у меня есть много кладок кирпичей но у всех их отображен какой-то маленький кружочек не заполненный ничем это материал у которого есть первоначальная настройка но нету текстуры и физических свойств тот материал у которого он представлен это кирпич обычный если вы хотите создать свой материал необходимо нажать на вот такой шарик с плюсиком создать свой материал и сможете подгрузить те текстуры которые необходимы это и касается текстур во вкладке представления когда вы можете выбрать их самостоятельно в виде картинки но не забывайте что нужно будет карту выдавливания еще задавать меня интересует кирпич обычный выбирая его стенка еще не закончена меня теперь интересуют функции самое интересное так вот если материал у вас один и он находится в граничных значениях сердцевины у него всегда будет значение функции структуры это основной несущий элемент структур понятие вообще функции это приоритетность для дальнейшей настройки и расчета в программе нужно правильно задавать функции материалов с которыми вы работаете рассмотрю такой случай стена состоит из многослойного кирпича и в граничных значениях сердцевины будет три слоя кирпича по 120 миллиметров 380 миллиметров в общем счете вы скажете откуда 380 если 120 вы только что назвали цементно-песчаный раствор между собой но большинство указывают его как 1 380 но рассмотрю тот случай когда давайте на примере вставить вставить что у меня есть три слоя вот таких кирпича у меня не может быть структуры по-хорошему у меня у этих материалов будет значение функции основы что означает функция основы если коротко рассказывать это когда материал является основой для чего-либо и жестко скреплен между собой к ним будут относиться и рейки для потолка в случае крыши нашей и обрешетка и контр обрешетка потому что они жестко взаимосвязаны между собой является основанием для крепления металлочерепицы и так далее скажите почему здесь крыша так настройки материалов и функций в рэвите одинаковые нового ничего не придумали в плане того что и для крыши будет такое же самое окно прогуляясь дальше удалю ненужные восстановлю справедливость эта структура основы мы поговорили термическая воздушная прослойка это утеплитель и вентзазор если есть вентфасад ваш с воздухом между элементами воздух все равно нам нужно указать отделка один отделка два когда применяется какая отделка лучше всего применять каким образом все что располагается с наружной стороны нашего объекта уже за несущими всеми основами это отделка один то есть может быть несколько слоев там дерево кирпича они уже не будут основы они будут отделкой и штукатурка то же самое все что внутри будет отделка два снаружи отделка один внутри отделка два изоляционная мембрана это любой тонкий материал который тоньше десяти миллиметров у нас такого нету но когда дойдем до крыши он у нас будет соответственно мы поняли то что основной несущий элемент у нас значение имеет структура а внешний кирпич будет отделкой один все остальное я настроил нажимаю окей и нажимаю окей прежде чем я буду выполнять построение я задам правильную привязку это будет осевая линия сердцевину конкретно об осях я еще раз вытащу отображение графическое картинки по основным видам привязки в программном комплексе и их основные отличия привязка по центру привязка осевой линии сердцевины чистовая поверхность наружная чистовая поверхность внутренняя поверхность сердцевины наружная поверхность сердцевины внутренняя чтобы вы просто умели в нем разбираться я воспользуюсь осевой линии сердцевины это принципиально когда вы уже построите стенку и поменяете привязку стенка не передвинется надо будет ее вручную перемещать И начну строить по часовой стрелке. Я начну с пересечения оси 1 и оси G. Вынесу отображение картинки, чтобы вы понимали. И строю чисто внешнюю стенку, игнорируя место расположения окон. Строю 1, 2, 3. Просто нажимаю левую клавишу мыши. 4, 5, 6, 7. 8, 6, 7, 11, 12. Замыкаю на точке пересечения осей. По окончании построения нажимаю Escape. Я построил внешний контур. Теперь я посмотрю на то, что я сделал с трехмерного вида. По умолчанию трехмерный вид у меня не отображается в диспетчере проекта, потому что я его еще не активировал. Кстати, фасад, я могу нажать минусик уже. Я его еще не активировал, трехмерный вид. Я перейду во вкладку Виды. Вид. Меня интересует трехмерный вид. Нажму выпадающую мишку. Камеру мы будем использовать на фасадах. Обход задействовать не будем. Точнее, камеру будем использовать на визуализации, подготовке к визуализации. И трехмерный вид по умолчанию активирую данную функцию. Я перешел в трехмерный вид моего объекта. Как в нем работать? Зажатая клавиша Shift и колесико мышки – это вращение вокруг оси вращения внутри моего проекта. Ось вращения всегда можно поменять, подсветив элемент. Ось вращения перенесется к тому элементу, который у вас подсвеченный. И вот уже теперь здесь прогуляемся. Уровень детализации поставлю высокий. Визуальный стиль. Посмотрим. Каркас. Это чисто каркас нашего объекта. При этом программа старается отобразить штриховки. Тонированный. Я вам говорил, что там, где задавали просто цвет, и он не влияет на отображение нашего объекта, это тонированный вид. Заливка. То же самое по факту. Текстуры. Это реалистичный вид отображения. Есть отдельно, помимо текстур, реалистичный уровень графики. Но сразу же хочу вам сказать, они сильно отличаются между текстурированного, текстурированный послабее. Но тем не менее, я уже вижу текстуру моего кирпича. Реалистичный сильно подгружает ваши ресурсы по видеокарте, особенно и видеопамяти. Если вы работаете на маленьком, на слабом компьютере, на самом деле вам должно быть в принципе все равно, как выглядит элемент, если вы имеете представление о нем. Вначале все работают в реалистичном виде для того, чтобы видеть красиво свой объект. По факту, на этапе выполнения вы будете редко этого касаться. Я воспользуюсь тонированным либо заливкой, потому что я уже вижу цвет материала. Возвращение на план машины... А, забыл. Зажатая клавиша shift и колесико мышки – это вращение вокруг нашего объекта. Зажатое колесико мышки – это опять же панорамирование и изменение объекта в двухмерной плоскости. Дальше выделение идет у нас через левую клавишу мыши каких-либо элементов. Но это из основного. Отдельно страдали со стачпадом, у тех, у которых учатся людей и нету мышки. Он работает с ноутбука. Вверху есть видовой куб, при помощи которого можно также осуществлять вращение внутри нашего проекта, нажимая левой клавишей мыши по значению функции. Еще есть отдельно суперштурвал, но о нем мы поговорим немножко позднее. Возвращаясь на план первого этажа, двойным нажатием левой клавишей мыши. Что я теперь сделаю? Я воспользуюсь созданием опять же той же самой стенки, только видоизменю ее под внутреннюю несущую. Чаще всего внутренние несущие элементы состоят из того же самого материала, что и внешние. Что мне необходимо? Перейду во вкладку архитектура, стена архитектурная, начало построения все то же самое. Я теперь вижу в панели свойств, отображается моя стена. И она отображается в последних используемых типах. Нажимаю изменить тип ее. Копировать. Это будет не внешняя теперь уже, а внутренняя. Внутренняя несущая стена. Газобетон 400 мм. Ок. Захожу в изменение типа и удаляю мой кирпич. При подсветке отделки нажимаю функцию удалить. Ок. Ок. Выполняю построение. На пересечении осей и материалов. У меня пойдет вот здесь несущая стенка внутренние. Escape. Пока не сохраняю. И вот здесь на точке пересечения осей пойдет вниз несущая стенка также. Я сделал несущие стены. Кстати, я вижу то, что мой проект относительно задания какой-то узенький. Скорее всего, его мне опять же придется расширять. И посмотрим возможности перемещения элементов уже построенных. Для тех, кто все-таки где-то напортачил с масштабами. Так же, как и я по факту. Но опять же повторяюсь, мы изучаем основной функционал работы программами. А не то, что мы чертим ваш объект. Мы просто на примере его рассматриваем. Так намного удобнее, чем чертить какие-то фигуры, которые чертят большинство на различных курсах. Итак. В дальнейшем у нас могут возникнуть проблемы с обстраиванием вот здесь окна. Объясняю, как можно решить эту проблему. Дело в том, что здесь сопряжение материалов у нас немножко отличается от того, что необходимое. И программа в итоге вот в эту часть не сможет нормально встроить окно. Чтобы избежать этого момента, я воспользуюсь вверху функцией соединения стен. И выделю, ну точнее наведу курсор на область, где происходит соединение стен и нажму левой клавишей мыши. Меня интересует поменять со стыкового соединения на соединение под углом. В одной части и во второй. Нажму по окончанию Escape и при подсветке стены она уже смотрится более правильно. Что я делаю далее? Я буду чертить перегородки внутри моего объекта. Но прежде чем я это буду выполнять, я подвину всю вот эту область, зажатой клавишей Ctrl, выделю ось, выделю стенку, выделю ось А. И давайте расширим ее на 2 метра. Перенести. То есть я еще раз. Зажал клавишу Ctrl, выделил стенку, выделил ось, выделил стенку, выделил ось. Функция команды Перенести. Выбираю любую точку и смещаю ее на 2000. Расширяю отображение моих осей. И тут всплывает какая ошибка. Я расширил объект, меня он будет полностью устраивать. Но в обоих направлениях, вот в этом помещении, расстояние больше 6 метров. Мне нужно как-то усиливать мою конструкцию. Я вспоминаю прошлое видео, говорил о том, что у меня расстояние между несущими элементами. Давайте я построю в быстрой панели команды, есть параллельный размер. Вы скажете, не выделяется стенка грани ее. Я могу в выпадающей менюшке вместо оси стены выбрать поверхность стены. Поставлю размер здесь и поставлю размер здесь. Измеряем по максимальному расстоянию. Здесь тоже проверю. У меня в обоих случаях расстояние больше 6 метров. Меряю по максималке. Соответственно, мне нужно его усиливать. В данном случае, как я могу поступить? И начнем с вот этой части. По моей картинке я вижу то, что у меня в этой части помещения располагается лестница. И мне проще всего будет замаскировать элемент. Зажму левый клавиш, мышь, размеры перенесу. Несущий элемент. Присутствуем колонны. Но добавлю еще одну ось. Функция команды копировать. Перенесу ее, предположим, на метр. И здесь перенесу. Функции команды копировать. Давайте посмотрим визуально. На 2,700. Возможно, что потом будем двигать. И начинаю заниматься самым муторным. Я мог добавить, как это дополнительно несущее. По ГОСТу есть возможность менять обозначение немножко иначе. Но я переименую все оси. Здесь у меня поставлю произвольное. Поставлю произвольное. Для того, чтобы эту ось превратить в ось B. В. В. Г. Д. Е. А эту ось также переименую. Пойдет ось 3. Ось 4. Ось 5. У меня появится на месте пересечения колонна. Как добавляются колонны? Вкладка архитектура. Колонна. Мы не будем добавлять несущую колонну, так как здесь представлена только двутавровая балка. Нажму escape. Колонна архитектурная. Сразу зайду в изменение типа моей колонны. Копировать. Она будет 400 на 400 железобетон. Ок. Материал. Вместо материала по категории зайду и найду в поиске бетон. Бетон. Железобетон. Буду использовать его. Ок. И размещаю. А прежде чем размещать, давайте еще в изменении типа. Глубина 400. Ширина 400. Ок. И размещаю ее на точке пересечения осей. Колонна своим геометрическим центром находится на пересечении осей. Независимо от того, что круглая она, прямоугольная, либо какая-то другая. Представляю я то, что у меня верхняя часть будет усиливаться из-за эркера. Здесь появится еще дополнительная несущая, которую мы в дальнейшем можем использовать, можем скрыть. Но на самом деле здесь просто ляжет дополнительная балка. А вот в помещении, которое квадратное и прямоугольное, я все-таки поставил колонну. Размеры сейчас удалю. Дальше я буду размещать перегородки. В прошлом видео, в плейлисте, многие возмущались о том, что не поставлены перегородки. Хотя я не в последующих роликах сказал. Исправим эту оплошность. Если вы хотите все полностью от и до, создадим перегородку. Складка архитектура, стена архитектурная. Изменить тип. Я воспользуюсь по типу стенку последнюю. А, ну давайте я исправлю эту. Копировать. Будет перегородка. Перегородка. 120 миллиметров кирпич. Зайду в структуру изменить. Поменяю значение толщины с 400 на 120. И в сердцевину поставлю кирпич. Вы скажете, а почему в сердцевине кирпич? Она же не несущая. Но она состоит из одного материала. И она будет, с точки зрения строительной терминологии, самонесущая. Но в гости вы такого обозначения никогда не найдете. Она выдерживает нагрузку только от собственного веса. Нажимаю ОК. ОК. И начну построение моей стенки, точнее перегородки, изменением привязки на чистовую поверхность, наружную либо внутреннюю. Давайте снаружи. Я это сделал для того, чтобы построить стенку, точнее не наружную, а внутреннюю, чистовая поверхность внутренняя. Построить стенку вдоль моей внешней несущей. Чтобы просто пристыковать ее. И теперь спокойно могу при помощи функции команды перенести, перенести ее в проектное значение, которое мне будет необходимо. Санузел у меня здесь 2,5. Большой получается. Давайте не 2,5, а 2 метра. Чтобы все-таки он соответствовал графическому отображению. Теперь делаю внутреннее пространство. Также активирую стены архитектурные. Пойду вдоль колонны. Сделаю тамбур. Который чисто пойдет на пересечении. Потом подправим. По границе со стеной. И вижу изменение ориентации моей стенки. Кстати, не сказал по внешним стенкам. Если вы начали строить против часовой стрелки. Давайте построим. Стена архитектурная. Выберу из выпадающего списка последний задействованный. Внешне несущая 400 миллиметров газобетон. 120 кирпичей. Вот начали вы строить против часовой. Вы видите то, что кирпич, который должен был быть снаружи, оказался внутри. Так нажмите вы пробел. Это первое. А второе. Можно после построения подсветить элемент. И функция изменения ориентации стены. Повернуть материал. Выделяю. Ненужные стенки. Удаляю. Дострою перегородку. Перегородка, кирпич 120. Пойдет здесь. Повернуть. Для того, чтобы колонна не воспринимала материал моего кирпича. Что я сделаю? Подсвечу колонну. И воспользуюсь функцией отсоединить элемент геометрии. Выбираю колонну. Материал отсоединился. Под лестницей у меня есть еще помещение. Но я его сделаю чуть-чуть позднее. Как только у меня появится здесь лестница. Кстати, окружности оси и с другой стороны я тоже отодвину. И отсюда выдвину отображение. Лучше будет все-таки сюда его перенести. В эту сторону. И здесь. Что мы делаем далее? Будем менять штриховку материала. Отдельно файл со штриховками и ссылка на него есть в описании к ролику. Сначала зайду. На самом деле пойдем по-другому. Будем учиться иначе. От того, что было в старом плейлисте. Зайду во вкладку управление. Меня интересуют материалы. Мы с вами использовали бетонные модули. Найду его. Бетонные модули для кладки. Подсвечу. Подсвечу. Меня интересует вкладка графика. И буду настраивать только штриховку разреза переднего плана. Нажимаю на нее. Здесь я не найду штриховку газобетона. Я воспользуюсь функцией создать образец заливки. Имя не меняю. Меняю тип. Пользовательский. Обзор. И иду по пути сохранения образцов штриховок. Акад точка пад. Открыть. Здесь есть куча различных образцов штриховок. Меня интересует штриховка, которая подходит под газобетон. Это вот эта штриховка. Масштаб импорта, чтобы она красиво отображалась, поставлю 0.35. На самом деле это самый распространенный масштаб для импорта штриховок. И нажимаю ОК. Да. Не запятая. Точка. ОК. ОК. Соглашаюсь с пунктом выполнения данного действия. Пока еще не сохраняю. У колонны проделаю то же самое. Я выбирал монолитный железобетон. Материалы. Бетон. Железобетон. Штриховка переднего плана. Также создаю новый образец. Пользовательский. Обзор. Штриховка. Но выбираю уже другую для нее штриховку. Как понять, какую штриховку выбирать? Но тут визуально нужно смотреть. И на самом деле знать штриховки основные. Это штриховка железобетона. Состоит из двух образцов штриховок. Железо. На самом деле. Давайте активируем. Вот штриховка железа. Сплошные линии. И соскрещённая с ней штриховка газобетона. Штрихпунктирные. Из них рождается штриховка. Штрихпунктирная сплошная. Штрихпунктирная сплошная. Есть штриховка кирпича. Есть штриховка утеплителя и так далее. И земли в том числе. Я выбираю штриховку железобетона. Окей. 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 У колонны изменилась штриховка. Единственное, что забыл. Масштаб штриховки. Возвращаюсь к ней. Захожу. Масштаб импорта 0. 0.35. Это обязательно. Значит она будет нечитаема. Окей. Окей. И мы с вами сделали каркас нашего объекта. Если я перейду в трёхмерный вид. То вот такой объект я уже могу наблюдать. Перейду в реалистичный. Если очень хочется, можно нажать правой кнопкой мыши. Ой, правой кнопкой мыши. Нажать просто про реалистичном отображению. Параметры отображения графики. И настроить для себя параметры отображения. Предположим, сделать отбрасывающиеся тени в реалистичном виде. Чтобы это красиво смотрелось. Показать естественные тени. Можно включить небольшое дрожание эскизных линий. Если это необходимо. Обычно я их не люблю. Можно настроить параметры освещения. Можно настроить параметры фона. Экспозицию можно настроить. Так как вам будет это необходимо. Чтобы в итоге смотрелось ещё более реалистично. Я пока настраивать это не буду. Вернусь на план. Что мы сегодня с вами прошли. Стены, перегородки. Расставили необходимые. Следующее. Будем добавлять окна, двери. И поговорим про остекление. А потом будем создавать лестницу по плану этажа. Ну и дальше будем с перекрытием работать. Как-то так. Если вам нравятся мои видео уроки. Вы знаете, что нужно делать. И не забывайте подписываться на Boosty. Там будут выходить новые плейлисты. По расширенному функционалу. Отдельно. Не просто домик. А уже пойдём с железобетоном работать. С инженерией работать. И так далее. Не забывай про YouTube. И группу ВКонтакте. Всем спасибо. И всего доброго. Скоро увидимся.